Приветствую вас! Давайте еще раз внимательно посмотрим на то, что вы написали. Вы написали, что у вас сейчас очень тяжелый период, вам тяжело на душе, потому что вас выжили с вашего старого места работы, и коллеги о вас даже не вспоминают. С другой стороны, вы пишете, что вам было тяжело работать на том месте, тяжело работать морально, и в глубине души вы радости оттуда ушли. То есть вы сами понимаете, что все ушло к тому, что вы уйдете. И когда это произошло, вы к этому оказались не готовы. Дальше. Из-за того, что вам было тяжело работать морально, на старом месте работы, вы там чувствовали себя, если я правильно вас понял, очень напряженно. вы чувствовали себя там дискомфортно, вы чувствовали себя там не в своей тарелке. И это означает, что вы кардинально в этом классе отличались от своих коллег. Потому что коллеги, в отличие от вас, достаточно спокойно, без моральных усилий работали в том месте, где не смогли работать вы, скажем так, и именно потому, что они могли, а вы нет, когда вы ушли, а вас они не вспоминают. Причина, по которой они не вспоминают о вас, заключается в том, что вы, попросту говоря, не вписывались в их коллектив. А не вписывались вы в их коллектив потому, что, по всей видимости, работа вам не подходила. Да, чем-то она была для вас хороша, чем-то она вам, безусловно, нравилась, и это нормально. Но, раз вам было тяжело морально, а, как известно, любимое дело и хорошая работа не тяжела морально, но, если вам все-таки было тяжело морально, значит, эта работа была вам не по душе. И, значит, вы отличались именно этим от других людей. И именно поэтому эти другие люди о вас не вспоминают. Не вспоминают сейчас, не вспоминают на данный момент. Вот это, это, постарайтесь для себя понять. Дальше. Вот вы говорите, что смысл жизни потеряется у вас. Кажется, что все цели недостижимы. Это из-за того, что вы потеряли место работы, изменился ваш привычный образ жизни. И вам в этом новом образе жизни непривычно, я понимаю. Но, как можно чаще вспоминайте, думайте о том, чему вы рады в глубине души. Думайте о том, что вам было тяжело морально там работать. На этом старайтесь сконцентрировать свое внимание. И тогда вы увидите, что плохого-то в общем ничего не произошло. А стресс у вас, стресс у вас из-за того, что, по всей видимости, коллеги понимали, что вы не вливаетесь в своих коллектив. И старались от вас избавиться. И вы, наверное, не верили в то, что у них это получится сделать. Вы не верили в то, что они вас выживут. Но они выжили, и вы переживаете стресс. Наверное, вы обижаетесь на них. Наверное, вам обидно, что вас выжили. В таком случае, давайте попробуем подумать с вами так. Почему люди хотели вас выжить? Почему вообще произошла такая ситуация? Чем она обусловлена? По вашему, например, мнению. А обусловлена она тем, в первую очередь, что коллеги, коллектив в вашем лице получил неплохого такого раздражителя их обычной, обустроенной, знаете, такой устоявшейся жизни. Ну, не нравится группе людей вот, не нравится группе людей смотреть на человека, да, который на них не очень похож. Который не разделяет их мнение. Который не считает, что то, как они себя ведут является правильным. И такое общество, как и любое общество, кстати говоря, руководствуется довольно-таки, знаете, простыми, я бы сказал, инфинективными мотивами. Мотивами. Это мотивы желания сохранить привычный образ жизни. В этом, в отдельном взятом обществе. И давайте постараемся с вами вот этот момент принять. что эти люди вас просто-напросто боялись. Даже если вас не устраивает слово боялись, может быть, вам неприятно по какой-то причине подобный термин, давайте используем слово раздражали. Вы этих людей, ваш коллектив раздражали. именно потому, что они не могли спокойно вас принимать, и получилось так, что вас, по сути дела, выжили. Вас, по сути дела, потеснили, да, с работы. поэтому не стоит засысливаться на этом, не стоит концентрировать на ней, на этой ситуации свое внимание, свое чересчур сильное внимание, потому, что оно того явно не стоит. Что действительно стоит вашего внимания, так это то, что жизнь продолжается, она идет вперед, и вы идете вместе с ней. И если бы работа была ваша, если бы это был ваш коллектив, то с вами бы никогда ничего подобного бы не произошло. А раз это случилось, значит, простите, но к этому все пришло. Раз это случилось, значит, простите, но вы не могли никак работать в том месте. А значит, дальше бы, даже при условии, что вы остались там, где вы работали, дальше было бы только хуже. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.